проверяю нет ли у меня нигде признаков кормящей мамы потому сейчас севушка не дал мне выйти в эфир вовремя и бы ему захотелось пошуметь в доме я поняла что эфир таким шумом не получится нужно удовлетворить базовую потребность человека пососать грудь мамы и накормить его молоком чтобы спокойненько уже выйти в эфир ибо поболтать с вами итак в лос-анджелесе 9 утра в москве 7 вечера я думаю это идеальное время для того чтобы сейчас поговорить о нашей женской сущности 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 о нашем телесном восприятии себя как женщины ибо мы с вами слишком так этим часто улетаем какие-то миры и забываем а немножечко теле и сегодня как раз таки хотела сделать тему для вас как тело как проводник наших энергий потому что все таки как ни крути конечно же да у нас есть душа мы все об этом знаем вернее даже не у нас есть душа а у души есть мы душа приходя получить какие-то опыты в этом проживании своем выбирает себе тело вот такое вот другое а мы потом уже вместе с этой душой до этим телом выбираем как поддерживать это тело в порядке в здоровье и в здравии в бодрости в активности или чахнуть и забить на постулаты которые приводят как раз таки к чистоте душевной и к чистоте мышления и забиваем себя такими всякими внешними вещами шлаками и токсинами как эмоциональными так и физическими в общем сегодня у меня будет интересный собеседник девушку зовут татьяна татьяна кузнецова молодая девчонка готовьте сейчас не будет цензуры она любит такой крепкой словцо будет говорить все как есть простым языком может быть это даже и к лучшему потому что сопли розовый на клуб наматывать классно но когда нужно взять на какое-то действие когда нужно рывок особенно финансовом плане нужен кто-то такой кто тебе скажет слышишь либо вот так либо не к давайте попробуем сейчас пригласить татьяну и вы сами увидите что это за девушка с чем ее слушают и что интересно она сможет нам рассказать тане привет 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 ты сейчас в москве да я в москве и у меня как раз и вечера так нам надо тебя да вот чтобы видно было хорошенечко ну расскажи нам танечка изначально давай познакомимся с тобой поближе откуда ты появилась но все знают что я саша зверева из группы дэма вот из того самого когда все под стол пешком ходили пели песни солнышко в руках я помню я тут на самом деле самое интересное в том что я тебя же знаю достаточно давно дружба с надькой осановой и так далее мы дружим мы все из сибири все дружим как говорится вот но тут я полезла по своей бизнес привычки накануне встречи надо выяснить а вообще с кем я иду встречаться до конца побольше бы подробностей пожалуйста там же меня куча методик всяких как можно выяснить через приложение в сбербанке там и прочее прочее но сначала просто google и яндекс и для меня было большим удивлением то что то что произошло со мной а произошло следующее я открыла свою страницу называется фейсом не просто там stories или и почитаю что вообще человек подпись это написано то есть я же достаточно много за мне вроде как ничего больше не надо было рассказывать и тут я вижу я вашу полнышко в руках и думаю да не может быть я прям реально не поверила потому что для меня возникла знаешь какая интересная история я вспомнила себя в детстве в своем маленьком городе это всего-навсего томск не такой уж он вроде как и маленький недавно очень хорошо прославившись теперь же все знают что такое томская область никому не надо объяснять вот и вспомнила себя с расческой в руках подпевая эти песни да и на самом деле такая была очень интересная история погрузившая меня вот в это мое детство и ребят кто из томска пишите нам пожалуйста ваши приветики мы хотим видеть кто здесь в эфире присутствует из томска тоже очень приятно вас всех видеть вот и в связи с этим ты понимаешь я вот мой любимый фильтр так вот да немножечко люблю мерцать леди блестесверкать вот это знаешь у меня ну просто так жизнь сложилась то есть я обычный ребенок из обычной семьи из семьи родителей у которой мама филолог папа в 90-е стоял у истоков газпрома но как и всех многих людей в 90-е он просто погиб ну по тем же причинам по которым погибали все поэтому жизнь разделилась когда-то на до и после право наш кардинального до 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 гибели папы и все что случилось после и потом у меня был очень долгий путь и вернуть себе свое детство свое изобильное детство которое у меня было до пяти лет и для меня это был путь как раз через бизнес то есть мне казалось что если я верну к себе ту финансовую составляющую тот способ приходить в магазин и говорить хочу это да и вообще не заморачиваться на тему того что деньги где деньги я думаю что мне вернется деться знаешь такая психологическая закрутка а потом когда я уже выросла когда у меня уже был довольно стабильный бизнес он слышно хорошо и успешно работал я поняла что я где-то остановилась то есть я за бизнес у тебя был я организовала бизнес называется я с медовским образованием организовала бизнес по строительству торговых центров называется кому надо будет на страницу подробнее потому что это не тема разговора но интересно как-то оттуда прыгнула вот сюда это когда ты перестаешь сопротивляться и просто говоришь я участвую во всем что подкидывает жизнь надо уйти из меда ухожу из меда надо в него вернуться надо вернуть надо идти строить торговый центр я готова то есть я вообще в принципе в юности вот этой молодой юности когда мне было 24 а реагировала на все подбросы суде вселенной и все судьбы как типа наш как советском кино мясокомбинат я вензавод не прислал заявок ну хорошо везде я я готова была на все мне очень казалось что я могу в принципе все в том числе и населите заново землю вот а потом интересно а есть среди нас такие кто тоже так же вот хватается за любую возможности не будет сидеть ждать я так я не тоже такие вот ну схожие с моей собеседницей станет со мной ребята которые будут брать пробовать лучше пробовать и потом не может быть